Они вспомнили и другие слова Христа о воскресении через три дня после смерти, казавшиеся им туманными и непонятными. Ученики Христа думали, что слова о воскресении – это метафора, что Христос говорил о своем воскресении не в прямом смысле, а в переносном, что речь шла о чем-то другом, но оказалось, что Христос воскрес в самом прямом смысле этого слова. Печаль женщин сменилась радостью, и они побежали сообщить о воскресении апостолам. А стражники, которые дежурили возле гроба и видели все, немного придя в себя от удивления и испуга, пошли рассказать об этом первосвященникам. Это сейчас мы точно знаем, что после мучений Христа будет его вечная слава, а после распятия на кресте – его светлое воскресение. Но представьте состояние его учеников. Униженный, ненавидимый властями и непринятый большинством людей, их учитель умер, и ничто не вселял в апостолов надежду. Ведь даже сам Иисус умирал со страшными словами «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И вдруг ученицы Христа сообщают им такую радостную новость. Вечером того же дня апостолы собрались в одном Реусалимском доме, чтобы обсудить происшедшее. Сначала они отказывались верить то, что Христос воскрес. Слишком уж это было не подвластно человеческому пониманию. Двери дома были наглухо заперты. Апостолы опасались преследования властей. И вдруг неожиданно вошел сам Господь и, встав посреди них, сказал «Мир вам». На мой взгляд, вы попали в самую точку. Потому что иначе нельзя объяснить действительно исторический факт, о котором многие историки говорят, что 12 рыбаков, 12 неученых мужей, мужчин, которые занимались простым делом, не имели образования, смогли просветить всю Вселенную. То есть действительно мы сталкиваемся с фактом, который объяснить по-другому нельзя никак. Ученики Христа, которые были простыми людьми, среди них было очень мало людей с образованием, хотя и были, но очень мало смогли сделать так, что отныне христианство — это мировая религия. То есть мы в этом видим прямое свидетельство чуда, божественной помощи. Вот если мы сейчас попробуем 12 человекам дать такое задание распространить некое учение, религиозное или политическое, мы увидим, что что-то им удастся. Они смогут найти себе сторонников, возможно, появится какая-то организация, но не более того. А вот здесь 12 учеников действительно просветили весь мир, 12 и потом еще 70. И мы видим, как божественная благодать меняет человека. Действительно, до распятия Христа все чаяния апостолов были связаны с тем мнимым царством, о котором мечтали многие иудеи. Христос неоднократно их предупреждал о том, что это не так, и что Он пришел не для того, чтобы царствовать, а для того, чтобы служить. Но эти слова проходили мимо их ушей. Они видели чудеса, они видели воскрешение мертвых, они видели исцеление больных. Им казалось, что вот с таким лидером, с таким руководителем Израиль воспрянет, восстановит свою государственность и более того, отомстит всем своим прежним врагам. А Христос говорил, что мне надлежит пострадать, я должен буду быть распятым, но потом воскресным. Вот они слышали только последние слова. И, конечно, то, что произошло в ту страшную пятницу в Гефсиманском саду, и впоследствии, после распятия, свидетельствует о том, что апостолы были просто огорошены. Они не могли понять, как это так. Тот, кто ходил по воде, сейчас висит беспомощный на кресте. И действительно, Евангелие сообщает нам, что в страхе они закрылись в горнице, в доме, и ждали, что же будет теперь с нами, что будет дальше. Пока, конечно, не совершилась Пятидесятница. И вот это вот сошествие Духа Святаго не просветило их сердца, их умы, не дало им силы. И мы в этом действительно видим чудо, не меньшее, чем само воскресение Христа. И удивляемся этому. Кстати, апостола Фомы воскресения в том Иерусалимском доме не было. И когда другие апостолы рассказали ему о чуде, Фома не поверил, за что, собственно, и был прозван неверующим. Фома не верил в рассказы о воскресении Иисуса до тех пор, пока собственными глазами не увидел его, а на его теле раны от гвоздей, которыми Христа прибивали к кресту, и пробитые копьем ребра Спасителя. После этого Фома, как и другие апостолы, пошел проповедовать, донести до каждого благую весть. И мученический умер за Христа. Он-то точно знал, что Христос воскрес, и даже угроза смертной казни не заставила апостола перестать говорить об этом людям. После этого Господь являлся апостолом, и не только им, еще не один раз, до тех пор, пока на сороковой день после своего воскресения не вознесся на небо. Прекрасно зная человеческую природу, мы ничему не верим, пока не убедимся в этом сами, и Иисус, по сути, пожалел своих учеников. Чтобы они не мучились сомнениями, Он часто находился среди них, разговаривал с ними, подтверждая тем самым то, во что поверить на первый взгляд было невозможно, в то, что Христос воскрес. Апостол Павел, который вообще никогда не видел Христа в его земной жизни, но как он явился после своего воскресения, обозначил суть нашей веры. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, то мы несчастнее всех человеков». Сегодня христианство во всем мире подвергается атакам не только со стороны воинствующего безбожия. Практика повсеместного распространения всяческих грехов, которые уже признаны нормой, вкупе со вседозволенностью все больше дают поводов задуматься над тем, не приближается ли главное испытание веры. Дело в том, что для христиан никогда свидетельства вот какого-то такого земного благополучия не были свидетельством верности и истинности пути. И Господь об этом в Евангелии так говорит «Не бойся, малое стадо». Или в другом месте говорит «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». И вот эти слова, они как раз и говорят христианам, подлинным ученикам Христа, что им придется в этой жизни быть действительно вот таким малым стадом. Овечек в окружении волков. И можем себе представить, что такое ягненок в окружении волков, волчьи стаи. То есть это фактически жертва. И поэтому мы черпаем силы свои в Священном Писании, в Евангелии, в тех словах, о которых говорил Христос, и, собственно, в крестной жертве самого Христа. И все же, несмотря на все грозные признаки сгущающихся туч над головами верующих, праздник Пасхи, светлое Христово Воскресенье, наполняет радостью и особым тепетом всякого истинно православного человека. Христос Воскресе! 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 Даже не могу сказать благодарности, хочется какое-то другое слово употребить, может быть, благодарение Богу, потому что именно в пасхальные дни глубже всего ощущается то, о чем многие апостолы писали, что я по своей жизни достоин ада, но Бог своей благодатью принимает меня к себе. Своим воскресением Христос дал людям постигнуть истинность своего божества, истинность своего высокого учения, спасительность своей смерти. Воскресение Христа – это завершение Его жизненного подвига. Иного конца не могло быть, ибо это прямое следствие нравственного смысла Христовой жизни. Это слова из пасхальной проходи архимандрита Иоанна Кристианкина. Христос воскрес и вознесся на небо, но Он всегда присутствует в Своей Церкви. И любой из нас может прикоснуться к Нему на главном христианском богослужении – литургии, когда священник выходит к людям с телом и кровью воскресшего Христа. И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят друг другу люди в светлое воскресение и последующие 40 дней. Христос воскресе! Воистину воскресе! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»